Еще раз. По корпусу. Хорошо. И еще будет хиза сюда вместо этого. Да, будет оттянулся хиза и уже локоть сюда. Попробуем. Спасибо. Все, достаточно. В данном отрезке я хочу прокомментировать и продемонстрировать работу инструктора, моего ассистента. И что хочу подчеркнуть в этом отрезке. То есть весь наш видеокурс рассчитан на людей, которые когда-то занимались. Возможно, только начали заниматься. Или вообще никогда не занимались воинскими искусствами. О чем мы, в принципе, здесь и говорим. Так как курс самозащиты является одной из частей воинского искусства. В данном отрезке наших вот этих сюжетов мы хотим продемонстрировать ту силу и ту скорость, которую, в принципе, способен развить любой. И вот данный блок будет показан по тем же самым принципам, как техника ИДО, техника удара навстречу, в разрез, разрыв дистанции, которые уже будет демонстрировать инструктор с высоким уровнем подготовки. Значит, так же, как и в технике самозащиты, мы найдем точки соприкосновения, правильные биомеханики ударов и правильной развесовки тела. Мы точно так же, как и в первой части наших сюжетов, мы будем находиться тоже в стойках, которые не несут себе какой-то специальной заряженности. И я буду использовать специальное оборудование, специальные блоки для защиты своего корпуса, потому что удары будут достаточно серьезные. И, в принципе, для того, чтобы постичь технику, понадобится необходимое оборудование. То есть я хочу сделать акцент на то, что вот просто посмотреть сюжет и выйти на улицу, уже и чувствовать себя, вот здесь не должно быть никакого самообмана. То есть это не обязательно работа с тренером, это не обязательно выглядеть таким образом. Это, возможно, работа на мешке, возможно, работа на макеваре. Очень много сегодня различных приспособлений, которые имитируют подобную технику. В данном контексте мы специально показываем именно работу в движении, и чтобы подчеркнуть именно наиболее яркие моменты в самой идее, которая здесь заложена. Значит, мы таким вот образом сейчас становимся, движение будет находиться так же. Равиль будет уходить в свою излюбленную стойку. Он универсальный боец, работает очень хорошо как справа, так и слева, так как базовая техника каратэ, чем мы занимаемся, она с самых азов учит работать кихон, передвижение как справа, так и слева. То есть в передвижениях. Но так как Равиль является правшой, и наиболее сильная у него сторона правая, заряженная, то он будет каждый раз выходить в левостороннюю стойку, так называемая хидари, левая позиция, и наносить попеременно удары как левой рукой, так и правой. То есть сейчас его техника будет на отходе, да, с чего мы начинали в самом начале. Он будет делать движение на отходе. Значит, я поднимаю пады, пады у меня будут постоянно заряжены, то есть я их буду постоянно держать. Равиль каждый раз будет разрывать дистанцию, наносить вначале левой рукой, потом правой на отходе. Сейчас мы продемонстрируем. Ну вот достаточно, вполне достаточно. Вот даже удерживая специальные снаряды, то удар пробивает буквально до кости, да. Но вот такой удар для среднестатистического человека, он не нужен, потому что это уже гиперсерьезная подготовка и правильное вложение удара. То есть это профессиональный мощный удар, который нокаутирует, ну, для любого человека, даже серьезно подготовленного. Равиль таким ударом отправит нокаут, это просто однозначно. Значит, такая техника, как выход или вход, может наноситься как в верхний уровень, так и в уровень солнечного сплетения. Потому что, как мы рассматривали ситуацию, возможно, это может быть захват, и техника наносится в живот. Она очень болезненная, она сбивает дыхание. По статистике, нокаут, нокдаун в голову не так опасен, как удар по печени, нокдаун по печени. То есть печень практически не восстанавливается. После удара нужно длительное время, чтобы человек пришел к себе. Как правило, при ударе в голову, если это не нокаутирующая техника и не нокаутирующий удар, то человек, как правило, быстрее выходит из нокдауна, да. То есть то, что мы видим вот в боксе, в карате отсчитывают. То есть человек быстрее, как правило, с печени никто не встает. Поэтому сейчас я буду демонстрировать движение в район головы, имитировать захваты. Равиль будет по поясу пробивать удары именно с правильным размещением. То есть я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, насколько правильно конструкция сейчас Равиля спина, как правильно разворачиваются плечи, как вкладывается удар, как работают ноги, да. То есть вот эту общую конструкцию. Потому что чем бить сегодня не так важно вот в данном уроке, как бить правильно общая тенденция, да. Сейчас я вот продемонстрирую. Равиль начинает с левой руки наносить удары, имел солнечное сплетение, потом левое, правое, и так и да. Вот здесь то же самое. Удары, которые наносил Равиль, то есть они достаточно болезненные и пробивают даже специальное приспособление. То есть дальше удар Равиль будет наносить уже навстречу из этой позиции. Если с уходами Равиль выполнял технику оэдзуки и гякудзуки, если брать традиционную интерпретацию названий в карате, то на данный момент Равиль будет использовать технику агаучи, щелчковых ударов с близкой дистанции. И как показывает практика и демонстрация даже других специалистов, которые непосредственно самообороной занимаются, эти удары более эффективны, потому что они позволяют именно наносить быстро, точно в зоны уязвимой точки, да. То есть удары идут в данный момент, руки уже будут находиться возле головы, возле головы, потому что дистанция очень близкая, и как правило, противник, он уже видит, что что-то должно происходить. Равиль тоже самое слева, справа будет наносить. Удар хлесткий, плечо до конца не вставляется, но эффект именно выброшенный, как бы, условно говоря, это железный шар, привязанный к цепи и выброшенный, вот такой должен быть эффект. Начинается. Работа с места, это тоже является техникой ИДО. И теперь я не буду делать шаг, Равиль будет просто делать с движением вперед уже, нападение на меня. То есть это мы говорили о том случае, если я начинаю что-то доставать там из кармана, какой-то, может быть, предмет или нож или что-то. Значит, Равиль сам вычисляет и делает с движением то левый, то правый, вот вперед, да. Достаточно. А теперь Равиль будет выполнять удар как вверх, удар может быть от ЭМИ, где эта техника выброса, чтобы я закрылся или начал какое-то движение, чтобы поймать мое движение, да. То есть Равиль уже к активным таким действиям переходит, или так называемой к активной защите, да, которая активна, активная защита, это работа в разрез, противопоставление себя уже вот намерением даже, намерением противника. И Равиль сейчас выполняет технику входа. Входа он наносит удар первой рукой в голову, руки находятся здесь, а второй удар уже нокаутирующий по корпусу, да, мы сейчас вот посмотрим. Такая была техника на входе и на выходе то же самое. Я начинаю приближаться к Равилю, Равиль начинает с левой руки в голову, показывает и уже на входе с задней рукой встречает. Прикладной удар вот в контексте с воинским искусством. В данный момент мы показываем живот, ну, как я говорил ранее, что мы носим зимнюю одежду, мы живем в северной стране, часто одежда бывает плотная, и я рекомендую удар наносить в пах кулаком, удар в пах, это, ну, это серьезно. Поэтому сейчас я продемонстрирую, Равиль начнет с левой руки, и уже вторым ударом он будет наносить удар сюда. Достаточно, спасибо. Мы продемонстрировали технику ИДО, технику входов, и самые простые вещи, то есть если вы обратите внимание на те моменты, которые я уделил внимание именно в теоретической части, они очень хорошо увязаны с техникой, которую показывал инструктор. На данную систему можно повесить очень много различных уже конкретных приемов, создать некий уже такой собственный проект, который наиболее вам нравится. Вот то, что демонстрировали сейчас мы, это моя точка зрения, мое видение, которое я предложил Равилю реализовать вместе со мной. Удар в корпус. Достаточно. Следующая работа с дистанцией Хизыгеря, с передней на отшаге. Правый. Левый. Кем герен на отшаге. Мамаша герен на отшаге. Слева. На отшаге у шерма ваша. Первый этап. Достаточно. Теперь, наоборот, на входе. Работа на входе. Я стою на месте. Сразу удар на входе. С левой руки. Двоечка. Хиза. Расслабился и быстро. Оп! Кем герен. Кем герен. Все, коллег. Все, коллег. Техника собаки. Техника собаки. Уходы с линии атаки. Воевая позиция. Сейчас будет место в голову, по корпусу будет, ну, ваше. Хорошо. И еще будет хиза сюда, вместо, вместо, да, будет оттянуться хиза и уже локоть сюда. Попробуем. Спасибо. 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 О, да. Сейчас, дачу. Непосредственные техники, которые сейчас демонстрируются, являются прямым показателем именно понятия до, до путь. Так как в таком классическом понимании Будо нет понятия ударная техника, борцовская, бросковая, удушение, ущемление и так далее. Поэтому в данный момент я предлагаю один из вариантов готового продукта по правильному входу, правильному контролю, правильному нанесению и в виде атемии или, скажем, разрушающего удара по точкам. И после этого, когда противник теряет свой коэффициент полезного действия при своей атаке, я перевожу в партер, движение в партер, так как это достаточно эффективные техники можно проводить. Происходит болевой прием. Болевой прием делается не для того, чтобы как-то обозначить или что-то. Болевой прием всегда дорабатывается до конца. Окончательным результатом выполнения болевого приема всегда служит разрыв мышц или перелом костей, плеча, локтевые, разрыв связок. То есть очень серьезная травма, которая уже не позволит взять в руки оружие или провести какую-то вторую атаку на вас. Достаточно эффективные. В дальнейшем, в гражданском варианте, мы покажем только элементы из этого пути. Почему? Потому что гражданская одежда и неподготовленный в таком высоком уровне слушатель наших лекций, он должен выбрать для себя наиболее эффективный, за короткий срок времени, наиболее эффективный метод для того, чтобы себя обезопасить и, возможно, ретироваться. То есть в данном контексте вступать в единоборство не стоит. Это нужно будет пройти определенный курс или лекций, или определенных занятий. Поэтому в перспективе мы в гражданской одежде будем показывать уже только элементы из этих. В этой части я хочу рассказать технологию, как видеть малое, не видя большого. Если сам поединок и контактное взаимодействие включают несколько аспектов, то я хочу в этой части рассказать о тех деталях, которые непосредственно нужны для реализации, скажем, конечной цели. Конечная цель – это только победа или самозащита и остаться живым. Ну и вещи, которые в гражданской жизни тоже немаловажны. Вот слово карате, да, я немножко скажу про себя. Я в карате 79-го года занимаюсь карате уже более 30 лет и занимался только карате. Но карате включает в себя такие аспекты, как борьба, как тренировки, как спортивные какие-то технологии. На данный момент сам я нахожусь сегодня в состоянии работы традиционного карате, которая являлась не спортивной дисциплиной, а как система самозащиты, как система сохранения здоровья, самоконтроля, непосредственно сама подготовка. То есть, как говорят, дух бойца. Дух бойца, он не бывает просто, потому что ты духовитый родился. Все люди примерно рождаются нейтральными. Но есть такие технологии, которые позволяют развить себе качество духа, внутреннего состояния. И механизм воздействия на дух – это ментальное состояние через физические нагрузки, через какие-то испытания, через прохождение, через этапы аскезы, воздержание и прочее, и прочее. Поэтому формирование бойца происходит непосредственно в тренировках. Как известно, человек в определенных этапах жизни получает различные развития своего тела, духовного уровня. Это запрограммировано природой, и все было уже давно за нас придумано. Поэтому правильное использование нужных технологий в собственном развитии, как в духовном, так и в физическом, позволяет человеку прожить не только долгие годы жизни, но и гармонично прожить эти долгие годы жизни. Поэтому я хотел бы сейчас обратить внимание на руки, о чем я уже до этого говорил. Работа руками – это непосредственно основная цель в защите, в нападении, в решении каких-то задач. Значит, подготовка рук осуществляется посредством физических воздействий, да, то есть не каких-то ментальных вещей, а именно физических воздействий. На начальном этапе человек должен правильно понять структуру свою костную, насколько толстые кости, насколько длинные пальцы, насколько здоровые суставы. То есть такой некий мониторинг произвести собственного состояния, после чего при правильных технологиях у правильного специалиста можно будет получить правильные инструкции или технологии. Рука. Вот давайте рассмотрим. Есть внешняя сторона руки, есть внутренняя сторона руки. Рука создана так, что рука работает очень сильно на сжатие. Разжатие руки более медленное, да, мышцы сверху, которые отвечают за разгиб, они менее сильные, чем на внутренней части руки. Часто мы видим в работе, что на эмблемах изображается кулак. Кулак, да, кулак – это как бы символизирует карате. Но это не совсем правильное, может быть, представление. Тэ – это рука. Тэ – это рука. И каждая часть руки имеет под собой определенные навыки. Это молоток. Техника удара рукой называется Тэцуэ. Обязательный удар. Для определенных целей служит. Это похоже на нож. Нож. Лезвие ножа. И часто мы видим ломание предметов происходит. Техника Шуто. Все карате, скажем, воинские искусства на сегодняшний день, да, они спортивные. Они, то есть в спорте трудно применять удары, кроме кулака. Поэтому оставлено самое простейшее. Спорт – это примитивизм. Очень примитивная вещь, имитирующая только воинское искусство. Поэтому в спорте многие спортсмены не имеют таких кондиций, не имеют правильно сформированных рук. И как пример могу сказать, что в моей практике были случаи, когда я жил за пределами России. И ко мне в зал приезжали ребята, чемпионы мира по боксу среди профессионалов, кикбоксингу. И когда я жал за руку, здоровался, я видел, что рука очень мягкая у боксера. Но при этом очень мощные плечи, очень развита шея. Очень сильно. И когда я спросил своего коллегу, я говорю, как ты думаешь, такими руками на улице себя защитить или захватить. Он очень прекрасный человек, вообще очень такого доброго характера. И он сказал, что вы знаете, сенсей, я, говорит, не планирую драться на улице. То есть он сказал, я понимаю, что на улице такие руки ничего не сделают. Я профессионал в намотанных бинтах. То есть вы видели, укрепляется бинтами боксерские. Одеваются специальные перчатки, формируется рука, она превращается в бетон. И то, когда он приехал в зал, и на следующий год он приехал опять ко мне в зал, и он был в гипсе. Я засмеялся, говорю, это как раз тот случай, да, говорит, я на боях за счету титула по профессионалам сломал руку через перчатку. То есть настолько мощная кондиция тела, но руки были не подготовлены. Он говорит, это как раз о чем вы мне говорили раньше, он и засмеялся. Ну вот, значит, поэтому я хотел бы порекомендовать нашим слушателям заниматься в первую очередь своим телом, правильно получить технологии, о которых я хочу немножко рассказать сейчас. Упражнение постепенность, да, то есть постепенность – это главный принцип занятий любым делом. Твое мастерство вырастает постепенно. Твой пояс протирается не за один день. Пояс со временем был черный, но потом он начинает становиться седым, как и голова. Молодой человек никогда не бывает седым. А человек в возрасте, он седеет. И принцип здесь заложен в поясе. Черная тряпка начинает превращаться в белую. Так и здесь, в работе ваши руки будут укрепляться в руки, ваши мышцы, ваши кости будут укрепляться со временем, если вы делаете правильные технологии. Значит, основными ударными поверхностями для работы, вот то, что мы рекомендуем в наших занятиях, это основные удары, это удар кулаком, в японской транскрипте он называется «сейкен». Вот два основных пальца вот этих и сустав, крепящий два основных пальца к основной части, называется «сейкен». Вот они, да, то есть если удар приходится в слабой кости, да, они гораздо меньше, природой созданы, то здесь может быть травматизм, поэтому, в принципе, надо отжиматься вот на этих двух частях, это называется «сейкен». Отжиматься или стоять, да, я сразу же хочу сказать, и особенно молодым ребятам, которые становятся вот на путь тренировок, и даже в те годы, когда карате было под запретом, по каким-то учебникам мы пытались там изучать его, это 70-е годы, многие из нас пытались бить по стенам, по деревьям, потом это привело к серьезным разрушениям суставов, вплоть до того, что люди не могли застегнуть пуговицу на своем воротнике. Рука подготовленного бойца, она не имеет никаких-то дулаватостей, разрушенных суставов, порванных связок, то есть руками надо заниматься постоянно. Одна из технологий, мы живем все-таки в северном климате, я рекомендую очень сильно разминать руки перед тренировкой, перед подготовкой ударных частей, то есть руки согреваются, это хорошая тренировка, здесь много нервных окончаний, то есть неправильное использование руки, нанесение ударов пальцами, неподготовленными частями, может даже привести к отказу каких-то органов, к слепоте и так далее. И нам вот как инструкторам часто руководство, и когда я учился в спортивной академии, нам ставили, что по детям определенная подготовка, дети у нас только отжимаются, работают над отами, укрепляют связки, подростки тоже не бьют, мужчина, как правило, до 25 лет растет в мужской организме, вот будьте добры, после 25 лет начинаете набивку, удары в жесткие... Вот мы мужчины очень, ну у нас в основном мужские коллективы, мы ведем, чтобы у ребенка правильный костяк сложился, правильно сформировался, работа в единоборстве, возможно, бой никогда не случится, а если человек испортит свое здоровье, я на это делаю определенный акцент, что зайдя в боевые искусства, ты должен выйти из них не инвалидом, а более здоровым человеком, более развитым, и чем ты был даже раньше, то есть это должно плюсом пойти, а не минусом. Поэтому одна из технологий, которые я сейчас покажу, это обязательно работа на пальцах, это как бы основа, и многие окинавские стили, вот часто бытует мнение, японское карате, но как такового карате японским не может быть, эта основа вся была заложена на Окинаве, скажем так, в городе Наха, и Нахате, Шурите, два города, эти направления, и есть определенные школы, и карате пришло в Японию, да, вот, ну я, скажем так, два дня как вернулся только из Японии, и опять же убедился в том, что как такового японского карате нет. Есть спортивные виды карате, есть направление кикбоксинга, ММА, то, что сейчас модно, и вот все-таки современное японское, вот это так называемое карате в кимоно спортивное, я отношу все-таки туда к спорту. Настоящая карате – это окинава, это китайские технологии, пришло все это из Китая. Прежде чем человек становился на путь каких-то нанесений ударов всего, ему предлагалось вот что сделать. В бытность, в нашу молодость. Просто вешалась газета, и с определенной дистанции ты обязан был нанести удар правильно, такой силы и точности, и скорости, чтобы газета осталась на месте, и ты выбил дырку. После этого тебя допускали к спаррингу. Поэтому, разговаривая со своим сенсеем, Канчо Юсидзи Суэна, я сказал, Канчо, когда я сдавал на Пятый Дан, вот прямо возле Фудзи, возле горы, как завещал Аяма Сасай, я спросил, Канчо, а чему равняется вот мой пояс четвертый дан? Вот старые черные пояса и современные черные пояса, он сказал, что четвертый дан современный равняется первому дану старому. Вот настолько пояса как бы сегодня не соответствуют тому уровню, что я говорю, так у меня значит полтора дана, он говорит, да, у тебя полтора дана старых, вот такие были мастера. То есть он говорит, да, у тебя черный пояс, но, говорит, это как бы что было раньше, нет. Дальше, буквально все, включая старших мастеров, вот у кого я занимался, это, конечно, Стив Арнейл, десятый дан, люди до сих пор в 70-летнем возрасте стоят свободно на пальцах, я покажу. Технология правильной подготовки рук и связок заключается, то есть не внешний показатель, то, что кости набиты там, да, а внутреннее состояние, при постоянном работе, отжиманиях или стоянии на кулаках, костная ткань изменяется. И в разрезе, когда делали разрез кости гражданского человека и человека, который постоянно бьет макевару, отжимается, связок, то кость каратиста была полностью как пластмассовая, без пузырьков, как у нас в костях находится, да, она была не пористая, а залитая. Так же, как и у кенийских бегунов. Если в разрезе кость бедренную разрезать, там нет воздуха, воздушных пузырьков. Там практически все заполнено. Но такая кость, если ломается, то она практически не срастается, там нечем зацепляться. И вот мастера 70-летние, у которых я занимаюсь, в том числе мой президент, они свободно стоят на пальцах. Их руки уже перестали быть. В молодости у них здесь такие костеты были, но с годами кожа стала нежная, а сила и то, что заложено было в молодом возрасте, осталось. То есть я в парах, когда стою вот это со своим учителем, вот с Канчу Суэну, то есть его захват, он бывает хватает за кимоно и попадает иногда плоть моя. С мышцей вместе забирает, и там уже ничего не надо после этого. Куртки держат разрыв на 200 килограмм захват. Если вот сейчас повесить, куртка выдержит 200 килограмм захват. Вот в Ницце в 2002 году, когда я выступал во Франции сам в боях, я был ассистентом своего учителя-президента. То есть настолько были его захваты мощные, что куртка на мне лопнула. У меня пару позвонков вышло из шеи. То есть настолько силы человеку 60 лет, да? То есть он говорит, правильная технология, изометрия, статика, и уже практически нет никакой динамики. Слабые руки, слабые связки изначально никакого не смогут произвести действия, потому что неподготовленная рука, соприкасаясь с другим предметом, да, это может быть голова, это может быть голень, открытые кости, то будет перелом просто, будет травма. Поэтому, значит, чтобы было сразу всем понятно, прежде чем работать в ключе самозащиты или чего-то, всё-таки надо уделять определённое внимание именно ударным поверхностям. Ударные поверхности на руке – это кулак сейкен, это шуто – режущая часть, внешняя часть кулака называется уракен, удар с боковой поверхности идёт уракен, нихонну ките – удары в глаза пальцами, да, йохонну ките – удары по горлу, движение хиджи, хиджи – локоть. Удар локтем является самым сильным ударом рукой, то есть он мощнейший, но он медленный, да, удар локтем практически разрушает все виды защиты, всего. Это деликатные инструменты, да, как и отвёртки. Бывают отвёртки для часов, для маленьких, бывают отвёртки для закручивания крупных каких-то предметов. Поэтому использование, надо думать, что удар, может быть, в лоб или в висок будет эффективен локтем, чем пальцем. Это понятно. Пальцы служат для мягких поверхностей, для разрывания, обрывов и так и далее. То есть кому будет это более интересно, есть информация и в свободном доступе везде. Дальше, если брать верхние поверхности, ещё одной из ударных поверхностей служат лоб и зубы. Это очень эффективное оружие, особенно для человека, который, возможно, имеет более слабые кондиции. На лице, лицо очень нежное, много точек, поэтому люди, когда общаются, делают поцелуи друг к другу именно в зоны мягких и нервных окончаний. И передаются энергии именно через нервные центры. Уши, нос, губы, глаза. Также есть некоторые виды мышц, которые тоже практически при каком-то прикосновении, центры лимфатические узлы, нервные окончания под мышками в паховых зонах. То есть это тоже происходит туда воздействие. И как раз вот инструмент рук как раз служит сработой туда. Сейчас мы в перспективе покажем все эти элементы, которые будут очень полезны, особенно, возможно, для людей слабых, для детей, для женщин, да, то есть, ну, скажем, изначально физически не очень сильных. Это позволяет сделать некую остановку агрессии, и после чего имеет возможность высвободиться и, ну, как бы покинуть зону опасности. В продолжении сюжета о ударных поверхностях мы затронули часть подготовки рук и связок и сухожилий, которые играют, ну, скажем, главенствующую роль. Так как карате является комплексным единоборством, в нем применяются захваты, применяются удары ногами, подсечки, то есть непосредственно нижний уровень работает. Спортивное карате включает в себя высокие удары ногами, они достаточно эффектные, но не всегда эффективны. И в гражданской жизни карате, спортивное карате не всегда может сослужить хорошую службу, так как, скажем, вне зала мы ходим в костюмах, носим брюки узкие, женщины ходят в юбках, и вот такие вещи накладывают на себя большой отпечаток в том, что работа ногами ограничена. Работа ногами – очень эффективное средство для работы с ближней, средней и дальней дистанцией. То есть, если говорить о временах, когда карате начало называться карате, так как это приглотная система, все удары ставились в район паховой зоны суставов, связок, находящихся на ногах, и средний уровень – это плавающие ребра и солнечное сплетение. Значит, основным, как бы, ударом в подготовке ближнего боя является удар хизогеря или удар коленом. Удар наносится непосредственно верхней частью бедра, концовки, окончания, ни в коем случае не чашечкой, потому что вся система подвесная здесь находится в подвижном состоянии, и если мы нанесем удар чашкой, то будет сильное повреждение, и человек, наоборот, получит травму. Укрепление данной части, то есть, если мышца находится не в тонусе, то будет травма, и функция скорости ничего не будет. Поэтому, чтобы усилить разгиб, происходит работа, работа динамическая, приседания, то есть, ну, классическое укрепление связок и мышечной системы. Удар хиза или удар коленом наносится как в уровень солнечного сплетения или плавающих ребер, удар наносится в пах и по внешним и внутренним сторонам бедра. Удар наносится как поступательно, прямолинейно вперед, так и боковой, как пощечина наносится, как правило, разрушаются, могут разрушиться, сломаться суставы. Техника пришла в карате, как говорят, из тайского бокса. Очень эффективная техника, и в жизни я ее сам использую очень эффективно, и одна из моих, скажем, коронок во времена выступлений, в бытности еще выступлений в спорте. Следующим движением является удар вперед, вперед, пинок майагири, или нанесение удара вперед, прикладной удар майагири, идет солнечное сплетение в район паха, удар наносится чусоку, пальцы под пальчиками, под пальцевыми подушечками наносится движение, удар идет быстрый, не толчковый, то есть мы это покажем потом с ассистентом в работе. Если мы делаем такой удар медленно, и он имеет тоже определенные цели, так называемый стоппинг. Легко сделать удар чусоку в зале, но в жизни больше он приемлем, как стоппинг, потому что этот удар виден, его можно спрятать и в гражданских, скажем, обуви, туфли или женской обуви с каблуком, она не будет позволять нанести удар. Поэтому удар, помимо того, что выполняется чусоку, в мягкой обуви, как кроссовке, то его можно выполнять еще удар как каката. Каката, удар пяткой. Удар пяткой очень эффективен, он очень мощный, и он как раз позволяет, особенно если на ногах одета обувь с жестким каблуком или женская какая-то обувь, то он большие, огромные увечья приносит. А также удар майогири выполняется в голову, но, как правило, как я говорил, то это в летнее время возможно, если это шорты, если удобная ситуация, удобная обувь, но как прикладную технику я порекомендовать не могу. А также из прямых ударов используется удар кингери. Кингери, значит, ну, дословно в переводе кин, кентеки – это паховая зона, и удар наносится в паховую зону со средней дистанции. Удар наносится без размаха, очень короткий, быстрый, как останавливающее действие. Не всегда он эффективен в плане нокаута, но как останавливающее действие, как от эми он очень эффективен. Далее. Это я рассказал сейчас о прямых ударах, которые наиболее часто используются как в учебных спаррингах, так и в тренировках уже с применением как бы техники прикладного аспекта. Помимо прямых ударов существуют удары вращения, удары вращения так называемого маваши или в нижний уровень в простонародье называется лоу-кик. Это такое более американизированное название. Правильное название – маваши, маваши-гедан. Маваши-гедан выполняется в спортивном варианте. Удар наносится подъемом, хайсоку, наносится вот этой частью. Но он опасен тем, что в стопе находится 40 костей. Если такой удар приходит в колено оппонента, кости разрушаются, то есть это одновременно травма. Я его не рекомендую выполнять. Я все-таки рекомендую, если люди в обуви, выполнять удар чусоку. Чусоку. Удар чусоку. Пыром. Так называемый удар пыром. Он имеет на маленькую поверхность большая плотность. Условно говоря, приравнивается к уже к тонкому, тяжелому предмету, который с большой скоростью ходит. Или пули. Удары выполняются по зонам нервных окончаний. То есть где жесткая мышца, середина, она, как правило, предназначена только для спортивных боев. Я вот хочу отметить, отличие, это принципиальное отличие техники традиционного карате от спортивного, тем, что все, что разрешено в спортивном карате, как правило, не используется в традиционном. И все техники, которые используются в традиционном, из спорта исключены, потому что вся техника на увечья, на уничтожение. Значит, также существуют ударные поверхности, как я говорил, чусоку сакуто, сакуто, или как лезвие ножа, боковая, как бритвенная поверхность. Очень техника эффективна в движении в сустав боковой. Когда мы уходим с линии атаки, то движение, нога подламывается, и мы можем уже дальше добивать, дорубать. То есть очень нехорошая, эффективная техника для убирания опоры. То есть высокий удар йога-гири, он неэффективен, так как спиной человек может развернуться, его могут заблокировать и зайти в спину. Дальше еще из ударов, которые, ну скажем так, они более экзотические, но, как показывает практика, люди, кто обладают этим ударом, могут принести серьезные увечья. Прием взят, скорее всего, где-то из природы, из древних техник, то, что пришли китайские, это удар у шира. Удар у шира-гири, он наносится в средний уровень, и вот сейчас на чемпионате мира один из российских бойцов, который стал чемпионом мира, Рави Александров одержал победу нокаутирующим ударом, отправив в нокаут пятикратного чемпиона Японии Ямамото. Значит, удар выполняется со стойки, то же самое, и в быстром действии наносится или в пах, или в печень, в зависимости, где зона. Удар наносится точно пяткой, и маленькая площадь, и, ну, примерно, как лошадь бьющая, да, очень эффективный, но если попасть, но тот, кто не обладает, я не рекомендую. Значит, еще раз ударные поверхности. Нуките, пальцы, Нуките. Окинавские техники все позволяют бить Нуките. Маленькая площадь, и очень болезненно поражаются точки, нога отключается. Чусоку, 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 Чусоку под пальчик, как коката, пятка, коката. Маваша, Маваша. Удар наносится нижней частью голени, нижней частью голени, вот отсюда досюда. Желательно, чтобы подъем не участвовал. Но такой удар подъемом допустим для ударов челюсти. Челюсть слабая, удар очень резкий, хлесткий. И таким ударом Равиль Александров, чемпионка в Японии, сейчас он первый бой закончил ударом, как раз Чусоку, с левой ноги нокаутировал в первом бою японца, молодого. Далее удар голенью. Голень называется СУНЕ. СУНЕ, часто мы будем использовать термин. При правильной подготовке накатки голени, о чем я потом скажу, правильной набивки, то есть голень приобретает такую некую костную мозоль. И со временем при правильном размещении натяжки мышц, сухожилий, то есть очень эффективная работа. Но бытует мнение, что вот удар кочергой, так называемый, голенью один удар практически пробивает ногу среднего человека. То есть один удар позволяет человеку полностью ногу отключать. То есть этот удар в реальной жизни тоже можно использовать. Почему мне этот удар близок к тем, что я всегда придерживаюсь принципов гуманизма в отношении ближнего к себе человека. И нанести увечья в виде выбитого глаза или сломанного позвоночника это не очень правильно. А вот остановить противника или какую-то агрессию ударом в ногу это будет достаточно хорошая эффективная вещь. Итак, в этом сюжете продолжение сюжета подготовки поверхностей ударных я хотел бы начать с позиции сайзе позиция на коленях. Это одна из важнейших позиций в Будо и в японском обществе в японско-азиатском обществе практически вся жизнь проходит у них на уровне гидан. Гидан это нижний уровень мебель и размещение дома на татами то есть в таких скажем ну среднего и высокого уровня в домах метраж измеряется не метрами а татами то есть метр на два татами и вот как раз они говорят у меня там квартира в несколько татами когда мы находились в Японии сейчас вернулись мы специально попросили наше руководство чтобы для нас был арендован частный дом в японском стиле рёкан наша вся делегация российская впервые проживала именно в традиционном японском доме это дом сделан из дерева специально он сделан таким образом чтобы во время землетрясения мы находились в самом сейсмическом районе район где вулканические вот эти все преобразования идут гейзеры там долина гейзеров и прочее рядом океан находятся огромные глубины и давления поэтому мы каждый раз ощущали вот движение были подвижки и мотивация как вариант один из того что не делается высоких каких-то движений что идёт кач качается дома могут рушиться мебель может падать и вот как один из объяснений что нижний уровень жизнь на нижнем уровне она достаточно устойчивая и удобная на самом деле это татами японский и он конечно мягче чем доски но достаточно жесткий для вообще пребывания как правило в Японии я не видел сутулых людей которые были у которых сколиоз да все люди практически спят на татами у них подстилается только легкий такой матрасик и под головой достаточно жесткая подушка как правило из натуральных составляющих значит со временем я стал вникать почему так развиты ноги у японцев очень сильная тазобедренная система о чем мы говорим и опять же соревнования показали это что к японцам через ноги не подойти и очень жестко они не отвлекаются на ноги только закрывается пах и все ноги настолько развиты тазобедренные раскрытия то есть практически у японцев нет такого что он подскользнулся и вывихнул бедро потому что с детства дети начинают сидеть в позиции лотоса за столом все питание лотос правильная осанка формируются девочки сидят в позиции вот как я сейчас нахожусь позиции на коленях мальчики сидят в позиции лотоса значит и как выяснилось специально не надо делать какие-то тренировки в такой позиции ребенок постоянно находясь в позиции на коленях он формирует правильную постановку именно у него эта выемка уходит полностью формируется правильно раздражается голень правильно формируется система связок хрящей и ноги приобретают вот такое некое правильное правильное формирование даже и для боевых искусств если комплексы есть обычно в техниках традиционного джиу-джитсу японского джудо карате тоже в разминках то есть один из комплексов укрепления голени бойцы человек садится и находится в этом состоянии медленно начинает подавать таз в разные стороны вот таким вот образом это происходит естественный массаж это происходит раздражение лучше всего начинать с каких-то поверхностей как гимнастический коврик потом это можно будет перейти на деревянный пол и вот такая работа позволяет именно естественным образом укрепить ноги в нашей интерпретации нашего искусства люди которые приезжают в зал и когда учитель предлагает людям сесть в позицию сайзая как правило люди не японской национальности они сидят вот так примерно они начинают затекло все что-то начинают делать и сразу учитель нам пояснил если вы были японцы и делали так же это проверка вашего духа и вашей концентрации потому что если ты правильно дышишь правильно расположил свой позвоночник ты можешь сидеть часами и у тебя не будет возникать проблем для нас это не свойственно и у нас не развиты ноги правильно поэтому для вас это дискомфорт и вы начинаете мучиться ни одного бойца ни одного спортсмена в нашем зале изначально не было кто бы отсидел ровно но когда я рассказал им эту тенденцию и часто я бывает читаю лекции то наши спортсмены сегодня сидят все ровно и для них это стало нормально и они даже по отзывам укрепились говорить ноги меньше стало вопросов по болевым приемам то есть ты постепенно адаптируешь через свое тело свой дух о чем я говорил в самом начале некоторые варианты подготовки ударных поверхностей и поверхностей на которые приходят удары в данный момент здесь находится бакен это деревянный меч имитация современного меча японского катаны бакен является таким же оружием как и катана в Японии к нему отношение такое же серьезное и уважительное независимо что нет лезвия мастер миамута мусаши основатель школы ниторю школа двух мечелей или двух небес и основатель системы книги пяти колец Горин Мо Сё книга в которой записаны трактаты воинского пути с его точки зрения был прославленным самураем и работал с двумя мечами бой с мечом начинается как правило всегда с позиции сайза то есть уличный вариант он как бы был неприемлем во время решения каких-то вопросов чего-то поэтому многие бойцы находились здесь прежде чем начать атаку я хочу еще раз повторить что все техники пришедшие в наш современный мир они идут исключительно от воинского искусства с оружием если я говорил это удар был булавой это удар был самурайским мечом боковой удар тоже был шоманучи йоко учи такие варианты выполняли здесь то есть бакен еще служит таким образом что он служит для духа в зале молодым бойцам иногда сенсей поддают по бедрам и по мягким частям тела чтобы боец жестче работал и от боли внешней мог переключаться к более серьезному спаррингу также бакен служит предметом тренировки обыкновенной то есть во время тренировок бакен нам возможно делать накапливый